С 19 по 22 мая на Дворцовой площади в здании главного штаба в 17 раз прошел международный книжный салон. Издательство Санкт-Петербургского государственного университета презентовало на нем свою свежую продукцию. 20 мая СПБГУ представил уникальный альбом студенты Петровского университета. В издании собраны в хронологическом порядке по году поступления биографии почти сотни первых студентов России, ставших известными учеными, педагогами, государственными деятелями. В качестве иллюстраций впервые публикуются документы из Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук, других отечественных и зарубежных архивов, музеев и библиотек. Альбом абсолютно уникален. И сегодня очень хорошо сказал один из авторов по поводу этого альбома, что он имеет не только презентационный характер, но он, безусловно, имеет в себе огромную научную составляющую, потому что являет миру новые имена и фамилии. И является дополнительным доказательством эффективности университета не только сейчас, но и в тот период его начальной истории, когда он только создавался и делал первые шаги. Издательство СПБГУ активно сотрудничает с правительствами и университетами Китая и Турции. На книжном салоне были представлены два сборника китайских авторов, переведенные на русский язык впервые, а также книга турецкого историка о гаремах последних султанов. 21 мая прошла презентация сборника современных китайских пьес «Красавицы. Антология современной китайской драмы». В книге собраны ранее непереводившиеся произведения шести современных драматургов Китая. Тематика пьес разнообразна – от жизненных перипетий прославленного поэта 8 века Ли Бо до проблем современного китайского общества второй половины 20 века. Это издание позволяет проследить, как менялась китайская драматургия за последние 60 лет. Мы старались, чтобы эта книга была интересна широкому кругу читателей. И мы думаем, что в первую очередь нашего читателя заинтересует самый главный вопрос, что читают китайцы у себя в стране, произведения каких драматургов. И это погружение, оно очень важно, потому что, общаясь с китайцами, которые приезжают в нашу страну, мы о них совершенно ничего не знаем. Но когда люди увидят, как китайцы общаются между собой на страницах этих произведений, как они реагируют на те или иные ситуации, как ведут себя, уже одно это может быть не только интересно, но и иметь какое-то практическое предназначение, чем можно руководствоваться в жизни, встретившись с китайцем. На книжном салоне Санкт-Петербургский государственный университет также представил первый том полного собрания фантастических новелл «Странные истории из кабинета неудачника» китайского прозаика Пусун Лина, писавшего под псевдонимом Ляо Джай. Многие из этих новелл впервые выходят на русском языке. Они по праву считаются одной из жемчужин китайской литературы. Изысканный язык и сюжеты, изобилующие образами из древнего фольклора, сделали «Странные истории» одним из самых известных литературных памятников стран Востока. Новеллы Ляо Джай, они, в общем-то, для всех и для каждого. Тут фантастика, тут какие-то истории любви, тут какие-то истории даже детективы есть у него. То есть тут все, что угодно. Вот, поэтому может быть интересно всем. Это здесь очень рафинированный, очень тонкий, сам по себе оригинал. Язык очень изысканный, стиль очень изысканный. При поддержке гранта Министерства культуры и туризма Турции в СПБГУ была издана и представлена на салоне книга турецкого историка Дженгиза Гюнджу «Гарем последних османских султанов». На страницах издания воссоздана жизнь султанского гарема, которую многие знают лишь по сюжетам известного сериала. Однако это издание заставляет по-новому взглянуть на уже известные факты и узнать более подробно о жизни наложниц. Эта книга открывает серию исследований о современной Турции, которая будет знакомить читателей с разноликой и многогранной страной. Эта книга немножечко разрывает шаблон, который сложился у жителей сериала «Великолепный век» о том, что гарем – это всегда только любовь султана и его наложниц, интриги и немного политики. На самом деле гарем – это очень сложный социально-политический институт, общественный институт, который играл огромную роль в жизни Османской империи не только в ее политике, но и в ее культуре, и даже в ее экономике. Издательство СПБГУ постоянно выпускает уникальные и интересные работы, а Санкт-Петербургский международный книжный салон помогает книге и читателю найти друг друга. Софья Краева, Евгений Горяев, Медиа-центр СПБГУ. Продолжение следует...